Вопрос номер 76-339. Подпись Арутюн, Армения. Скажите, пожалуйста, в каких главах ТОР упоминается СИОН? Вопросительный знак. Анонс. В каких главах ТОР упоминается СИОН? Категория 6, дополнительный 1. Слово СИОН – это по-русски. На иврите говорят СИОН. Само слово означает памятное место, выделенное место. И место должно быть каким-то образом памятное. Например, что-то произошло в этом месте, люди помнят. Или выделено. Например, могила праведника. Называется тоже СИОН, потому что она выделена. Это место выделено. Значит, почему-то вас заинтересовало это слово. Я дам вам ответ. В ТОР, ТОР – это еврейская Библия, потому что есть нееврейская, которая нееврея называет зачем-то Библией и Новым Заветом и прочим. Чтобы отделить от этого, мы говорим еврейская Библия. Но у нас называется Танах. От аббревиатура слов Тора, Невеим и Ктувим. То есть Тора, Пророки и Книги Писания. Три части всего. Состоит из 26 книг. Так вот, если взять не Тору, а Танах, то в Танахе слово Цион встречается 150 раз. В Торе, скажем честно, ни разу. Напрямую. Потому что события, которые были во времена, описанные в Торе, евреи не владели еще эрой Цесрае. А Цион это гора, храмовая гора. Она имеет название Цион, она имеет название Гарабайт. Все это одно и то же примерно. Это не было в наших руках. Нам нечего было там делать. Это возникло только, когда уже через несколько сотен лет после того, как мы пришли в Эр-Цесраэль из Египта, пришли в Эр-Цесраэль, овладели землей Израиля. И царь Давид решил заплатить деньги за это место Цион, чтобы не просто кто-то бы говорил, что мы там, может, захватили что-то или это, а чтобы все знали, что была купля-продажа земли, документы. Все заплатил столько, сколько положено для этого участка немалого. И после этого это стало принадлежать еврейскому народу. И тогда уже в Танапе отмечалось, сколько раз мы приходили к этому Циону и к Циону. И, как я сказал, 150 раз. Теперь, просто уже заодно я скажу, что тоже важно знать, о слове Иерусалим сколько встречается. Опять же, в Торе нет, потому что не было никакой задачи столкнуться с Иерусалимом. Не считая, что Шем, сын Ноаха, жил в Иерусалиме, зная о его святом статусе. Но это один раз, и он упомянут там вскользь только. А вообще Иерусалим упомянут на Наге 640 раз. Почему я сказал об этом? Почему это интересно? Почему вам интересно, я не знаю. Какой это был у вас интерес? Я вам ответил. Интересно, потому что исламские жулики и проходимцы утверждают, что наша земля – это их земля. Мы тут оккупанты, оказывается, мы захватчики. Так что есть юмористическая фраза – это же все земля Израиля. И Израиль, народ Израиля – это захватчики, оккупанты земли Израиля. То есть, вот такой абсурд. Так, хорошо знать, что Иерусалим у нас 640 раз упомянут в Танахе. А в книге, которую почитают и уважают мусульмане, Коран, которые так говорят, что это их, и это гора, и это купол золотой, и прочее, и прочее, все это их. Интересно, сколько там? 5, 25 раз, может быть, 50 раз. Явно меньше, чем у нас. Так сколько? Итак, у нас 150 раз, а у них 0. Ни разу. Я думаю, этим все сказано. Все их претензии улетучиваются в этот момент. Вот, пожалуй, на эту тему тоже вы получили уже ответ и про Цион, это гора, на которой храм стоял, и про Иерусалим. Все доброго, до свидания.